Что выше, милосердие или справедливость? Милосердие однозначно выше. Милость превозносится над судом, это библейская истина. Почему Господа-то можно назвать милосердным, чем справедливым? Потому что если бы Он был справедлив, мы были бы в аду. Как услышать Бога в этой суете? Суета находится в прямой зависимости от самого человека. Суета не абсолютная, не тотальная, от нее можно уйти при желании. И тогда можно будет слышать, но не сразу Бога. Сначала надо будет услышать голос страстей, голос своего падшего существа. А только потом, со временем, быть может, Бога. В общем, это не так просто, как ваш вопрос несколько упрощает схему, схема сложнее. Если вы думаете, что как только вы уйдете от суеты, вы тут же услышите Бога, вы ошибаетесь. Если вы уйдете от суеты, вы не услышите Бога сразу, вы услышите шум страстей, которыми вы набиты, напичканы. Сначала у вас поднимется многоголосица внутреннего хаоса. И только потом, спустя какое-то время, может быть, вы научитесь слушать Бога через совесть, но это может быть и со временем. Уход от суеты не приводит к слышанию Бога сразу, не приводит. Он приводит к восстанию изнутри скрытых страстей. Завидуете ли вы? Как бороться вообще? Если нет, то как бороться с завистью? Да не нужно с ней бороться, надо просто не иметь ее. А кому завидовать? Завидовать-то некому. С точки зрения будущей смерти, кому завидовать? Просто надо чуть-чуть больше подумать над судьбой человеческой, чтобы понять, что завидовать вообще некому. Как вы думаете, мужчина имеет право на слезы и на слабость? Слезы и слабость – это разные вещи. Слезы или слабость? Слезы. Ну, конечно, имеет право. Почему нет? А что это за щек с сухими глазами? То есть он не должен быть избыточно сентиментален, но плакать должен каждый человек. Это признак его. То есть если Христос плакал, то почему стыдно плакать любому другому человеку? Если безгрешный Христос плакал, то почему нельзя плакать любому другому? Эта фраза – мужчины не плачут? Не, ну, подводники не плачут, подводники мстят. Есть много разных фраз. Мужчины могут не плакать на людях, мужчины могут сдерживать свои эмоции. Мужчина может не вести себя истерично, как баба, не устраивать фейерверки по поводу каких-то малозначащих происшествий. Все это должен, конечно, мужчина доделать. Но слезы – это святое. Слезы – это святое. Слезы гораздо святее смеха. Гораздо святее. В обычной жизни вас можно вывести из себя, расстроить? Сто процентов на каждом шагу. Как вы хотели бы встретить свою старость? Да я ее уже встречаю. Мы встречаемся с ней периодически. Вы думаете, старость, она как бы приходит внезапно, когда не может встать с кровати, что ли? Старость – это очень такая милая дама, с которой нужно знакомиться заранее. Вот. И я, почему-то, немножко знаком уже с ней. Вы еще совсем… Ну, это вам так кажется, на самом деле. Опять-таки, критерии старости очень разные. Внутри себя чувствуете… Не-не, я внутри себя, это самое, чувствую… То есть, я не знаю. Цифры… Цифры очень мало говорят о человеке. Ну, вот. Ну, конечно, я не чувствую себя на свои цифры. Гораздо… Самоощущение у меня гораздо меньше. Ну, в общем-то, это сложный комплекс разных вопросов. Но старость нужно чувствовать заранее. Как бы она… Достойно того, чтобы над ней подумать. Она очень серьезное испытание человека. Вас не пугает вот скоротечность в общей жизни, что она вот очень быстро мчится? Пугает, конечно, да. Конечно, пугает. А это будет еще увеличиваться, потому что там нам предсказано, великими людьми, что недели будут бежать как день, недели будут бежать как час. И потому что стихии, и стихии мира перенапрягутся и устанут носить на себе завонявшегося от грехов человека. Мир устанет терпеть человека, и стихии напрягутся, чтобы быстрее закончить историю. Это говорит Нил Мироточивый Афонский, да. Вот. Рыба начнет дохнуть в море, да. Не захочет больше плавать в океане, начнет выбрасываться на берег, да. И как бы… Ну, вообще весь мир будет относиться к человеку как к лишаю какому-то, знаете, как вот… Да, да, да. Он захочет почесаться и сбросить в себя эту гадость, в которую превратится человечество. Да, и поэтому это все. Мы живем внутри этого процесса, и мы чувствуем, как это все ускоряется, да. И жизнь вообще всегда была скоротечна. Вот. Но она будет скоротечнее, то есть она будет еще быстрее устремляться к концу. Что такое вечная жизнь? Как вы представляете судный день? Как вы это вообще представляете? Судный день – это не вечная жизнь. Судный день – это ворота в вечную жизнь. Поэтому здесь два вопроса. Вечная жизнь непредставима, потому что нам заранее сказано о том, что не слышал ухо, не видел глаз. То, что и на сердце человеческое не всходило. То, что Бог приготовил любящим его. То есть будущая жизнь превосходит всякое разумение и воображение. Ее нужно предчувствовать, но не воображать. А судный день – это страшная встреча с настоящей реальностью. Когда все маски снимутся и все тайное станет явным. Это очень страшно. Это очень страшно. Это будет вселенское правдивое судилище. Это тогда все корни вещей обнажатся. Не поверхностные событийности, а как корни вещей. Это очень страшно. Про себя, правду, страшно знать человеку. И вам страшно? Ну, любому человеку страшно, если он вообще понимает, о чем я говорю сейчас. Ну, потому что там, говорит, думу снувших не буди, подними хаос, шевелиться. Очень страшно, очень интересно что-нибудь знать, но очень страшно знать все. Видите, про человека или про себя, например. Очень интересно думать, но очень страшно додумывать до конца. Если додумал до конца и нашел корень проблемы какой-то, то ты встречаешься с очень неожиданной реальностью. Правда очень неожиданная. Там все будет по-другому. То есть когда мы из этого сомнительного мира, полулжи, полуправды, попадем в царство света, когда мы узнаем истинную природу вещей, тогда все будет по-другому. Как кто-то из святых сказал, что он очень удивится, что он там увидит тех, кого вообще не ожидал увидеть в раю. И не увидит там тех, кого точно ожидал увидеть. И вообще будет все по-другому, понимаете? Это другое вообще. Бог другой. По отношению к человечеству Бог другой. И та жизнь, которая нас ожидает, грядущий мир, так называемый, это другая жизнь. Она не такая же. Знаете, например, если мы сейчас перейдем из этой гостиницы для интервью, другую гостиницу, то будет другая гостиница, он тоже до гостиницы. А в этом смысле тот мир, это не то же, что этот мир, только другой. Это другой мир. Там будет все другое. Это очень трепетная вещь. Это очень серьезно. Это как превращение зародыша в живого человека. Знаете, это другое, непохожее все. Что вас больше всего сейчас радует? Можно сказать, что самое лучшее в жизни вы уже сделали? Я не знаю. Может быть, самое главное еще впереди. Скорее всего, впереди, если мы про смерть говорили. То есть, мне кажется, что важнее смерти ничего там впереди больше не ожидает. По степени космичности, только по степени серьезности в будущей жизни, то, что нас ожидает. Конечно, смерть – это самое грандиозное, что нас ожидает. Вот. И поэтому, да, еще многое остается. Я не могу сказать, что там все пережил. Кто-то знает, что там не ожидает. Я совершенно не знаю. Может быть, то, что было до сих пор, это была какая-то репетиция. Может, это был черновик какой-то. Кто его знает. А может быть, уже все закончилось, и остается только эпилог дописать. Это я совершенно не способен здесь вынести такую адекватную самооценку. Ну, в общем, у нас наша служба главная называется евхаристия, благодарение. По сути, самое главное богослужение церкви – это благодарение, принесение Богу благодарности. Так вот, там у нас есть слова такие. Мы говорим регулярно, духовенство, значит, что мы благодарим Бога за все ведомые и неведомые на нас бывшие благодеяния, давая себе отчет о том, что мы львиную долю благодеяния вообще мы не осознали как благодеяние. То есть, понимаете, мы не благодарим за много, потому что мы не понимаем, что это есть благо. Я допускаю, что я знаю очень мало о том, за что нужно Бога благодарить. Ну, там есть чудесные спасения от смертельной опасности, счастливая встреча с будущей супругой, удачные роды, всякие там… Это хитрая ткань жизни, когда Бог ведет тебя, и ты это чувствуешь. Конечно, надо благодарить каждый день, но я подозреваю, что большая часть остается непонятым и неотблагодаренным. Поэтому на литургии мы так и говорим, что мы благодарим Бога за все ведомое и неведомое, над нами бывшее благо от Господа. Когда на вашей душе особенно бывает хорошо? Литургия. Есть такое слово – литургия. Вот кто его не слышал, пусть услышит. Это самое лучшее место на земле, самое лучшее дело на земле. Это, собственно, рай на земле. Это рай еще до рая. До рая уже рай. Литургия. Это самое красивое, что я знаю на свете. А в какой из моментов своей жизни вы были наиболее счастливы? Не могу сказать. Сейчас я боюсь соскользнуть на какие-то банальности. На влюбленность, на рождение первенца, на какие-то еще вещи. Их было очень много. И не хотелось бы унижать ни один момент выделением другого. Если мы что-то выделим, то мы другой унизим. А на все было очень хорошо. Понимаете? Все было очень красиво. Просто любой человек мог бы написать о себе автобиографический роман или ряд автобиографических очерков, в которых он бы мог максимально адекватно выразить благодарность Богу за вот этот счастливый момент, это счастье встречи, это счастье узнавания, это счастье путешествия, это счастье выздоровления. Вот если бы мы это делали, то мы бы все узнали бы, что у нас в жизни было там много сот, а то и тысяч моментов, за которые нужно благодарить, благодарить, благодарить. Это каждый бы для себя открыл. И никто бы не захотел выделять одного ущерба другому. Потому что это все некая ткань, ткань благодеяний. Да, это ткань благодеяний. Понимаете? Это все такая сплошная ткань благодеяний. Какой ковер такой. Какой цветок с этого ковра бы вы хотели вырвать и забрать с собой? Я хочу все, можно все забрать. Весь сад? Да, весь сад, все поле, все цветочное поле хочу забрать. Там все красиво. Какие из человеческих добродетелей для вас наиболее привлекательны? Да мне все нравится. В смысле, я очень ценю трудолюбие, очень, конечно, ценю молчание, благоразумное, смелость. Мне очень нравится. Очень нравится смирение, но я не знаю, что это такое. По-настоящему. Потому что я, по сути, не видел таких людей. Ну, вернее, не видел, не видел, но да. То есть, мне трудолюбие, смелость, молчание. Нравится еще верность, очень нравится. Ну, как бы нравится всегда то, чего ты сам чувствуешь, что тебе не совсем хватает. Как правило, нравится то, чего тебе не хватает. Духовные качества, они приобретаются в страдании или в счастье? Ну, счастье – это оборотная сторона страдания. Бывает счастье такое нестерпимое, что его так же тяжело пережить, как и несчастье, понимаете? Счастье может быть… А можно умереть от счастья, на самом деле. Счастье может так же замучить человека, как и несчастье. Счастье бывает нестерпимым. Поэтому душа человеческая после потери рая должна болеть. А болит ли она от красоты? Например, можно, например… Душа может болеть от красоты музыки. Например, ты слушаешь музыку, эта музыка невыносимо красивая. Если она продлится, я умру. Люди знают, которые любят музыку, о чем я говорю. Душа может приходить в восторг от какой-то красоты, от встречи с настоящим благом. Поэтому добродетели растут в страдании, 100%. Но страдать можно и от боли, и от радости. Александр Кореалин сказал, что у меня нет врагов, потому что, когда я хожу, я не наступаю людям на ноги. Есть ли у вас враги? Наверное. Кто такой враг для вас? Кто-то неизвестный. Наверное, они есть, но я их не знаю. В чем смысл жизни человека? Для чего живете вы? Жизнь – незаслуженный подарок. Мы не творцы жизни, мы ее участники. Нам жизнь подарена, и подарено самосознание. Мы осознаем, что мы живем. Дальше возникает ряд задач. Найти хозяина жизни. Поблагодарить его за дар жизни. Узнать от него правила жизни, чтобы наша жизнь была осмысленной и правильной, а не хаотичной и бесполезной. Вот и все. То есть надо оценить жизнь как незаслуженный дар. И жизнь как дар, у которого есть хозяин. То есть вот хозяин этого дара, Господь, он требует к себе внимательного человеческого отношения. Нам нужно его найти. Нам нужно найти того, кто хозяйничает жизнью. Понимаете? Как и у Христа есть такое имя – начальник жизни. В Новом Завете одно из его имен – это начальник жизни, так Петр назвал. Так что вот такое дело. Если ты нашел начальника жизни, или ты ищешь его, твоя жизнь осознанная. Ну, так Чехов говорил, что человек должен либо верить, либо искать веру. Иначе он пустой человек. Вот, в общем-то, собственно, это и есть ответ на вопрос о жизни. Как вы относитесь к критике в свой адрес? Нормально. Понимаете? Пусть критикуют. Ну, а что ж? Я же не 100-долларовая купюра. Я не должен всем нравиться. Часто ли вы приходите в ярость? В ярость? Нет, не часто. Слава Богу. Чего вам не хватает в жизни? Мне, по-моему, всего хватает, слава Богу. Вообще, какой смысл думать, о чем чего не хватает? Надо благодарить за то, что есть, а не переживать о том, чего не хватает. Мало ли еще, мне хватает всего. Слава Богу, у меня все есть. Что вам не нравится в самом себе? Ой, это очень много, но это я не скажу ничего. Книга, которую должен прочесть каждый? Евангелие. А кроме Евангелия, братья Карамазовы. Вот самый главный недостаток. Недостаток? Он, наверное, не один. Недостатки сплетаются в клубки, как змеи. И там есть что-то, там много всего. Там может быть лень, там может быть самоуверенность, там может быть склонность к печали и унынию. Там может быть много, может быть, всякого. Там может быть лукавство, нежелание сделать то, что ты можешь сделать. Как бы такое саможеление. Много чего там. Что такое для вас предательство и что бы вы не смогли простить? Ой, не знаю. Предательство – это очень простое понятие, на самом деле. Когда тот, кто должен быть уверен, когда он совершает противоположные действия. Что он сможет, что не сможет простить человека – это не теоретический вопрос. Нам может казаться, что мы ничего не простим, а потом, когда, не дай бог, что случится, мы будем готовы простить все, потому что любовь сильнее. Мы можем думать, что мы никогда не изменим, но можем нарваться на серьезную проблему и сами будем удивляться о себе самих. Поэтому этот вопрос меньше всего подвергается теоретизированию. Это очень практическая, болезненная проблема. Какие мужские принципы являются для вас наивысшей ценностью? Я не делю принципы на мужские и женские. То есть вера, честность, вот то, что мы говорили раньше, трудолюбие, молчание, смирение – это некие базовые вещи, касающиеся обоих полов. В этом смысле женщина от мужчин не отличается. Какое качество оцените в женщине? В женщине? Тоже не одно, наверное. Не одно. Но вот есть такое понятие женственности, оно очень такое емкое. Вот женщина должна быть женственной, извините. Ну, вот как экономика должна быть экономной, да? При Горбачеве так писали на заборах. Женщина должна быть женственной, а это очень емкое понятие. Женщина не живет для себя. Женщина умеет жертвовать, отдавать. Она вообще вынашивает, она вообще призвана для того, чтобы жить не для себя и не собою. Она совершенно бестрепетно жертвует собой, когда любит кого-то. Она лучше мужчины вообще во многом. Хотя бы потому, что позже мужчина создалась. То есть это уже как бы улучшенный вариант первоначального человека. То есть для того, чтобы хвалить женщину, у меня как бы надо еще один язык приобрести. Потому что у женщин есть что похвалить. У женщин в принципе не у современной бабы, как бы, значит, любой первый попавшийся. А вот у женщины, да, как таковой, которую Бог замыслил и создал, и сотворил Бог женщину. Там надо как бы двумя языками запастись, потому что там есть миллионы качеств, которые вообще бесценны. И ваша сильная черта характера, самая сильная. И упертый. И упертый. Ну, пожалуй, единственное, что у меня хорошее есть. Все, спасибо большое.